С нами на правовой связи из Кишинева моя коллега Лариса Петрук. Лариса, приветствую тебя. Тебе слово. Да, доброе утро, коллеги. Действительно, здесь, в Молдове, развернулись такие политические баталии, потому что вчера страна отвечала на, пожалуй, один из главных вопросов новейшей истории Молдовы. Продолжит ли Кишинев курс на Брюссель, либо же развернется в сторону Москвы. Как уже сказали мои коллеги в студии, действительно, да, ответили. Буквально, вот эти, знаете, эти цифры, они постоянно меняются. Мы следили, конечно же, за результатами референдума сразу же после того, как Центральная избирательная комиссия Молдовы начала публиковать предварительные результаты. Постоянно менялась эта шкала. Сначала было больше нет, потом больше да. Напомню, как уже сказали в студии, сказали, да, Евросоюзу 50,07% избирателей, а это больше, чем 732 тысячи граждан Молдовы. Нет, сказали 43,93% избирателей, а это 730 тысяч. То есть, как мы видим, вот перевес такой небольшой, постоянно меняются эти цифры. Однако, судя по, опять же, напоминаю, предварительным данным, Центральная избирательная комиссия более точные данные огласит нам в 10 утра. Судя по предварительным данным, все-таки лидирует в обществе Молдовы такое проевропейское мнение. Предлагаю послушать на эту тему мнение эксперта. Референдум из технического, конституционного превратился в такой плебисцит за будущее страны. Люди не столько интересуются, что мы там впишем в Конституцию по результатам референдума, сколько, каким путем дальше пойдет Молдова. Отвечая на вопросы в бюллетене по референдуму, люди будут отвечать до европейской интеграции или до другому пути развития, до благополучия или до нищете, войне или безопасности миру и так далее. Что касается президентских выборов, бесспорный лидер – это действующий президент Майя Санду. Однако главный вопрос или главная интрига вот этого момента, будет ли второй тур или президент выиграет Майя Санду, выиграет с первого тура. Да, коллеги, действительно, вот главной такой интригой, главным вопросом была то, победит ли Майя Санду в первом туре. Напомню, согласно законодательству Молдовы, для того, чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50% голосов плюс один голос. Как уже сказали в студии, Майя Санду пока что набрала почти 42% голосов. Ну и Стояногла, Александр Стояногла, это лидер партии социалистов Республики Молдова, набрал чуть более 26%. Ну и напомню о том, что, конечно, выборы президента Молдовы и референдум о вступлении страны в Евросоюз проходили на фоне колоссальных по масштабу вмешательств во внутреннюю политику страны со стороны Кремля. Напомню о том, что ранее правоохранители заявляли, что с помощью беглого пророссийского олигарха Илона Шора была создана такая сеть агентов, которая насчитывала более 130 тысяч граждан Молдовы. Они должны были организовывать митинги, раздавать листовки в пользу пророссийских кандидатов и в пользу того, чтобы саботировать референдум о вступлении страны в Евросоюз. Известно о том, что для таких агентов специально открывались карточки в одном из российских банков, что интересно, свою так называемую зарплату могли агенты снять только на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного Приднестровья. Ну и вот одна из журналисток местного издания молдавского, Мариутца Нистер, сделала расследование на эту тему, девушка внедрилась в эту сеть агентов, ей приходилось ходить на митинги, раздавать листовки. Ну а мы лично пообщались с Мариутцей. Давайте послушаем больше, что она расскажет о российском вмешательстве в выборы 20 октября в Молдове. Потом мне звонили часто из Москвы и сказали, ты у нас активист, надо, потому что я была активист. В Елан-Шор есть многие... роль. Разные роли? Да, есть. Симпатизант, активист, лидер примарной организации и лидер территориальной организации. Я была активистом, и они мне звонили и сказали, ты активиста, надо собрать с симпатизантом, потому что им надо было, чтобы эта сеть была большой. Активист получает 3 тысячи лей. Но мне дали только 1300 лей. Почему? Да, 1300 лей. Почему? Потому что в этой коррупциональной схеме есть коррупция. Все люди, которые передают деньги, они комиссион, проценты берут. Напомню зрителям, что с нами на связи была Лариса Петрук из Молдова. Она рассказала о том, как в стране прошли выборы и какие предварительные результаты голосования.